Я сегодня несколько раз сюда приезжаю, я вижу, что приехали мотоциклисты. Интересно, они меня знают или нет? Говорят по-латежски. Здравствуйте! Здравствуйте! Отпрос, там поедешь? Да? Да. Молодцы! Браукает, куда-то, что-то, или что-то? Да нет, это тоже. Да, я тоже был дамб, но ничего не было. Я думаю, что вы должны быть вверху. А где же? Сигула Рига. Сигула Рига? Да. Ну вот это, что-то, с которыми вы приходите. В Латвии. Как это? В Латвии, по моему желанию. Ну, это все-таки идеально. В общем, это 800. А где-то? А где-то, а где-то, что-то? Серьезно, брал с арьяуды, како-то мотцы не верят. Я думаю, наоборот. Вот мне надо было тут по делам заехать блин, но и вы сами, своими ушами, глазами все видели. И страдает, видишь, когда мы все равно, я младвистки. Ну, на что пробуем? Младвища, брат, там еще один парень приехал блинчики кушать. Так, тихонько едем, малыш, малыш, малыш в колясочке. Не будем малыша. 1905 год, памятник вот стоит. Железнодорожный мост. Справа вам не видно, но справа есть основание разбомбленного моста. И война, ну, это самое страшное, что вообще может быть. Как вы знаете, я знаю, что такое война не понаслышке, но то, что происходит в Украине, это ужасная война. И, ну, тут обсуждать нечего. Я против войны и хотелось бы, чтобы это побыстрее все закончилось. Дорогие мои, давайте сделаем небольшую перекличку, напишем, с какой вы страны, с какого вы города и сколько вам лет. И сразу вопрос к русскоговорящим, а к русским, которые живут в Латвии. Ну, скажите честно, неужели все так плохо и вам не нравится здесь жить, в этой маленькой зеленой стране? Да, понятно, что ямы там, да, понятно, что цены высокие. Да, понятно, что нужно идти в политику, чтобы это все изменить. Да, понятно, лучше всегда там, где нас нет. Ну, всегда есть выбор, можно же переехать в другую страну. И я не считаю, что у нас все так плохо. Нифига себе, СРР пошел. Ну, вот, когда я на Спартухе катался, в логе такого формата намного сложнее делать. Ничего, на Спартушечке тоже покатаемся. Ну, а мы начинаем наш лог. Форшка машина. Да? Я скажу, форшка машина. Да. Механика, да? Угу. А как вы ее брали? Как вы ее брали? Вин 14. Вин 14? Вин 14? В каком году? В 23? В 23? В 23? В 14? 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 Я живу в Латвии 40 лет назад в Пардаугавле. Я живу в Кривоволдинге. Я живу в Кривоволдинге. Пусть в Украине, пусть в поле. Мы сегодня поговорим о теме. Латвицы против Кривы против Латвии. Русофобия против Латвии и так далее. Видите, все эти скалины. Я уже сентрировал контент на Ютубе. Я показывал все статусы. Я путешествовал с моцией, машинами. Я живу в Кривоволдинге. Я живу в Кривоволдинге. Я знаю, что мне акцент. Я знаю, что много слов не понимает Латвии. Но я сентрировал. У меня есть два ребенка. Один месяц в 16-м году. Они улетают в Латвии школу. Я закончил 9 классов. Я не хочу вести видео, но сейчас. Все, ребята. Погнали на русском языке. Денчик русскоговорящих. Кто первый раз на канале. Хотя я сменяюсь, что тут кто-то первый раз. Давно хотел такое видео сделать. Но не нравятся мне вот эти все названия. Русский против латышей. Латыши против русских. Русофобия в Латвии. Но приходится использовать такое название. Чтобы больше людей посмотрело. Чтобы больше людей приняло участие в дискуссии. Латвии. Может для кого-то что-то будет новым. Может кто-то наконец-то поймет, что он живет в Латвии. Все-таки пора уважать ту страну, в которой ты живешь. А не плевать ей в лицо. Все вышесказанное в этом видео. Это лично мое мнение. Пишите свое мнение в комментариях. Ну и для начала, наверное, давайте поймем, как я вообще оказался в Латвии. Я тут родился 40 лет назад. Да. Я уже такой для молодых, наверное, пенсионер. Да. Я катаюсь на спортбайке. Да. Я веселый. Да. У меня двои детей. 16 лет. 16 лет. Сегодня целый закиды. Сам святка смей. Искать я утро здесь меня. Я закид меня зим. Ты закид, я закид. Лучше по-лабе искать. Лай прегсир. Лай прегсир. Лай прегсир. Лай прегсир ты у нас. Лай прегсир ты у нас. Лай прегсир ты у нас. Почему я здесь родился? Ну потому что мой прадед был разведчиком, командиром разведроты. И после Второй мировой он остался здесь служить. Точнее его оставили здесь служить. Они сами с Украины. Мои прадеды, моя прабабушка Анна. Которая говорила, готовила самые вкусные борщи. Да, сейчас Алды напишут. Да ты это уже рассказывал. Просто мне нужно немножко дать понять людям, которые смотрят это видео, почему я оказался здесь. И мое мнение по поводу страны, в которой я живу. По поводу этой всей его темы. Русский против латышей. Родился я в районе Пардауговый. Агенчик. Не скажу, что супер благополучный райончик. В основном там жили русскоговорящие ребята. Играли мы в нос. Ходили, занимались гоп-стопом. Не очень-то любили латышей. Честно скажу. Не знаю почему. К этому мы еще придем. Наверное потому, что ничего не понимали в этой жизни. И были молодыми. И вот. Не получалось мне никак интегрироваться. Потому что на русском языке все время. С русскоговорящими. Центральный рынок пацаны. Что тут только не происходило в моей молодости. Занимались мы всякими дряными делами. Но был такой парк Аркадий. И там тусили педофилы. Вот педофилов мы скажу честно херачили. Били их блин. Может кто-то наверное сейчас осуждает. Но я не понимаю как такое вообще можно осудить. Педофилы это конченые люди. Чтоб у вас всех блять не член вырос на лбу блин. А куча говна на лбу была постоянно. Чтоб люди знали кто вы. Извините что так вот занесло меня. Когда первый раз я начал интегрироваться в латвийское сообщество. Тогда когда я переехал в город Саласпилс. Потому что тот район где мы поселились. Был населен в основном латушами. Были конечно проблемы. Там русскоговорящая школа и латвийская школа. Латышская школа наверное правильно сказать. Они были совершенно рядом. И все время происходили какие-то конфликты. Знаете интеграция происходит довольно долго. И не каждый хочет интегрироваться. И мне это помогло. Реально я начал понимать латышей. Я начал учиться языку. Я начал потихоньку разговаривать. Я даже пошел на Tautos Days. И ездил на концерты. Участвовал в латвийском национальном костюме. Танцевал с ребятами. И знаете это довольно хороший вид интеграции. Еще вот очень некрасиво называли друг друга в детстве. Русские называли латышей лобаты. Да вроде или гансы. А латыши называли русских кревоцукас. Это обозначает русские свиньи. Писали на школах. Там все время было какое-то противостояние. Драки. Тусовки. Массовки. Дискотечки. Что-то я понял, что что-то не так. Нужно менять в этой жизни. И я решил поступить добровольно в армию. Вот там вот я так очень хорошо интегрировался. Очень хорошо. И спортом начал заниматься. И понял, что такое дисциплина. Пожалуй, наверное, коснемся самого главного вопроса в этом видео. Самой главной темы. Русофобия в Латвии. Латыши против русских. Или русский против латышей. Да, сейчас очень накаленная обстановка в мире. Как вы знаете, у меня очень много друзей в Украине. В прошлом году я вообще без проблем проехал из Одессы до Киева на Ямахе Золотой Сашкиной. На российских номерах. Как всегда, карман не закрыл. Молодец, Денчик. Спасибо, что пишите в комментариях. Закрой карман. Проехал без всяких проблем. Никогда не было никаких проблем разговаривать на русском языке в Украине. Я верю, что скоро все закончится. И я туда приеду, потому что у меня там незавершенные дела. Ребята меня ждут. Все время на связи. Все время мониторим, что происходит там. В то же время я хочу сказать, что не все русские люди это плохие люди. которые за войну. Ну, о войне вообще там отдельно можно поговорить. То, что я вижу, это полный пиздос. Извините за мой французский. Эти так называемые высокоточные удары и так далее. Знаете, недавно приезжала Сашина мама из Украины. Александр Диабло. Она такое рассказывала. Человек, который непосредственно живет в Мелитополе. Это недалеко от Мариуполя. 80 километров. Кстати, пацаны все из Мелитополя. Всем огромный привет. Я знаю, что Сашина мама передавала мне от вас привет. Вот Саша мама приехала. Передавай привет всем. Потом куда? Скла. Это не секрет, да? Не секрет. С Украины. И потом в Украину назад? Да. Да? Да. Ты еще рассказала мне тут всего? Да. Что мальчик из Мелитополя. Тебе Денис передает привет. Просили меня передать. Да. Я пацанам тоже передаю привет. И мы с ней стоим в пробке. Едем на автовокзал сейчас. Вот. Я уже говорил, что я против войны. И я понимаю украинцев, которые против всех русских, россиян. Но я уверен, что не все русские, не все россияне, они за эту войну. Вы просто посмотрите, скольких уже пересажали в России. И не каждый осмелится высказать свое мнение. И потом сидеть в тюрьме. Знаете, мне очень нравятся слова из песни Макса Коржа. Просто дать людям жить и наслаждаться каждым днем. Люди просто хотели жить и все. А тут на тебе. У нас общество, конечно, тоже разделилось. Одни верят в то, другие верят в это. Кстати, на канале есть очень классные видосы. 5 плюсов или 10 плюсов и 5 минусов о Латвии. Очень много просмотров. Конечно, многое поменялось за это время. Я пропустил его. Знаете почему? Потому что это Ролес. Ролес это латвийское имя. Да потому что у меня мотоцикл глохнет. И большие зеркала. И очень стремно на нем ездить, что-то рассказывать. Я считаю, что каждый гражданин своей страны должен знать язык этой страны. Если он уважает страну и собирается там долго жить. Конечно, я понимаю, что дедушкам и бабушкам намного сложнее это. И согласен, что многим это вообще не нужно. Как выучить язык? Нужно общаться с местными. Говорить на их языке. Знаете, очень многие латыши любят, наоборот, говорить на русском. Чтобы выучить русский язык. Потому что, ну, по сути, что у нас? Английский, русский, я хотел сказать латышский, что там? Испанский, французский. Такие огромные страны, большие языки. Чем больше языков знаешь, вообще, чем больше читаешь книги и развиваешься, тем лучше для вас и для вашей жизни. Знаете, чего я никогда не понимал? Когда люди, живущие в другой стране, берут флаги своей родной страны, где они родились и ходят с этими флагами и кричат различные высказывания, что вот там лучше или вот это лучшая страна. У меня один вопрос к этим людям. Если это настолько хорошая, классная страна, не важно, какая она сейчас. Почему вы остаетесь жить там, где вы сейчас живете? Не говорите мне, что у вас нет выбора. У человека всегда есть выбор. Всегда вы можете переехать обратно. Если какие-то у вас там проблемы с законом, ну, поезжайте сюда и садитесь в тюрьму. Зато вы будете в своей классной стране жить. Поэтому я, если честно, не понимаю этих людей. Зато я понимаю, что у меня мотоцикл глохнет, потому что нужно отрегулировать карбы. Если кто-то со мной не согласен, смело напишите, в чем вы именно не согласны. Я считаю, это неуважение к людям, которые живут в стране, когда ты ходишь и машешь флагом чужой страны. И кричишь, что это лучшая страна, а страна, где ты живешь, это говно. И кто не хочет лезть в политику, но иногда это нужно, если вы хотите что-то изменить в своей стране. Потому что сидеть на диване и, грубо говоря, пердеть или бубнить что-то, ну, это не поможет вам. Нужно что-то делать, если вы хотите каких-то изменить. Вот пропустили пешехода, почти что. За 40 лет жизни в Латвии, ну, может пару раз, я столкнулся с какими-то неприятными моментами по поводу русского языка. Но я всегда отношусь к этому с пониманием. Я вам расскажу одну из этих историй немного попозже. Понимаете, когда вы приходите в магазин, с вами спокойно заговорят по-русски, если вы понимаете латышского языка. Есть, конечно, исключение из правил. Бывает так, что вот придет бабуля, она не понимает реально латышского языка, ну, стара она уже, не может она выучить этот язык. А напротив стоит такая же бабуля, которая вот специально на латышском только говорит, хотя она знает русский язык. И по мне вот это не очень красиво. Моя старшая дочь ходила в латышский садик, младшая сейчас тоже ходит в латышский садик. Там все знают, что мы русскоговорящие, там русские ходят. И отношение ко всем одинаковое. Нет такого, что, о, ты русский, а ты русскоговорящий, вы по-русски говорите. Нет, у нас с этим все нормально. У меня малая, 16 лет, знает латышский намного лучше меня. Она слышит, где гарм зимис. А гарм зимис я нифига не слышу. А когда по-латышски говорю, у меня, наверное, акцент такой смешной. Или когда пишу, а когда, ой, вот видите, как опасно тут есть же. Ну и когда пишу, я не знаю, где поставить гарм зимис. Гарм зимис, это такие черточки над буквами, это как продление. Я даже не знаю, как по-русски это сказать. Привет, дружище. Ну вот. В кинотеатрах есть фильмы на русском языке, с русскими субтитрами. А то, что запретили русское телевидение, вот эти все каналы. Да и правильно, нехер смотреть всякую лобуду, блин. Я вообще телевизор не смотрю. Лучше берите источники в каких-то телеграм-каналах, в каких-то, не знаю, не новостных порталах. А лучше берите непосредственно от людей, которые находятся в стране, где это все происходит. Из Украины, из той же России. И тогда вам будет более понятно. Но про телевизор забудьте. У меня старичок, и у него новые салоны Ямаха. Вон, классные носки. Правда, они лучшие в маечке. Он, наверное, с офиса едет. Еще старушка тоже есть. Ой, чуть-чуть сцепление прокрутилось. Нифига ты, дядя Газуешь. Многие латыши даже специально переходят на русский язык, если они слышат, что... Ну, вы, грубо говоря, говорите с акцентом. У меня очень много таких случаев было. Я звоню, начинаю по-латышски разговаривать. Ну, у меня привычка уже по-латышски разговаривать. Мне нравится. И тем самым я улучшаю свои знания языка. Ну, вот. А говорят, а может, с вами по-русски лучше? Я такой думаю, ну, неужели у меня настолько плохо латышский язык? А они, наверное, такие, ну, без уважения, типа, просто из человечности. Ну, не знаю. Да, ну, это приятно. Потому что, ну, не все действительно знают латышский язык. У всех есть возможность его выучить. У многих это ситуация непредвиденная. Они остались в Латвии. Приехали только что в Латвию. Так что, ну, нельзя всех судить по одной одежке или как одёжке, там, как правильно сказать. Да и по-русски уже разучился нормально разговаривать. Я вообще счастлив, что я знаю два языка, я даже три знаю. Я знаю. A little bit English and Deutsch. А мы когда с моей любимой кубиночкой едем отдыхать, там, в Грецию, в Турцию, мы обычно разговариваем на латышском языке. Потому что никто нас практически не понимает. Но в Турции, знаете, в последний раз довольно много людей понимало на латышском. Не, ну, вот, серьезно, я сейчас еду и думаю, вот, были ли такие ситуации, когда реально кто-то меня хейтил за то, что я разговариваю по-русски. Потому что, ну, люди же не знают русский, я не русский. Им по-русски говоришь, значит, ты русский. Всё. Не было такого. Ни в мото-комьюнити, нигде не было. Единственное, вот, такой случай был недавно в магазине. Стоит две очереди. Точнее, одна очередь. Подходит вторая продавщичка кассе. И знаете, как обычно, все прибегают к другому продавцу. И тут стоит одна очередь, чуть-чуть какие-то люди перешли. Стоит бабуля передо мной. Я у нее спрашиваю, вы в какую очередь стоите? Она говорит, я стою в правую очередь. По-латышски я спросил. Я такой, ну, ладно, раз она стоит в правую очередь, я встану в левую очередь. Только я стою в левую очередь. Привет, дружище. Она мне по-латышски говорит. Как это стоит? Как это стоит? Как это стоит? Я по-латышски говорю. Ну, это что? Диос рейндос. Ну, гребетас. Я спала, я дышу. Кадо проблему. Весь парнал проблему на каду. Одну немаловажную деталь. Все это действие происходило в магазине Максима. Вам, возможно, это ничего не говорит. А мне и людям, которые живут в Латвии, говорят о том, что там в основном закупаются пенсионеры. И не важно, русскоговорящие, латыши, там, африканцы. Потому что там самые дешевые цены. Хотя они, наверное, в Лидле самые дешевые цены. Так вот, я говорю ей, ну, проходите, проходите, мадам, ну, пожалуйста. По-латышски все говорю. Потом за мной стояла женщина, тоже пенсионерша, сзади. И она по-русски. Ну, не мне, а такая вслух. Вот эти пенсионеры вообще такие дикие пошли, какие-то непонятливые. Чего она бесится, типа, сама. Ну, или с другой. Бабушка там говорит такая. И я такой по-русски что-то сказал. Этой бабуле, которая сзади. И тут понесло эту женщину, которая на латышском меня хейтила. Она такая... А, ну, скайдерс, кревс, я. Кревиски, ты руна, я. А понимаете, все это наблюдает весь магазин на кассах, продавщицы. Я очень вежлив, очень культурно. Ни разу я не нагрубил. Ну, серьезно. Потому что я с уважением отношусь к людям, которые живут в Латвии. Я даже не могу мне мурашки вот по коже, да, с каким уважением я отношусь. И я стараюсь быть вежливым. Ну, бывают, конечно, моменты, когда я срываюсь и могу сказать, ай, тут тырс, блядь, кауткур, да, ну, или что-то такое. Это когда человек уже совсем наглый. Я понимаю, что это бабуля, что у старых людей бывают заскоки. Я говорю, женщина, а при чем здесь вообще русский язык? Я говорю, я родился в Латвии, живу тут 40 лет, знаю латышский язык. Я говорю, ну, возможно, я немного неправильно произношу какие-то слова, не слышу гарумземы. Я говорю, в чем проблема? Я говорю, я поляк, украинец наполовину, точнее, украинец-поляк. В чем ваша проблема? Почему вы меня сейчас вот за русский язык тут хейтите? Я говорю, становитесь, пожалуйста, ну, оплачивайте свои товары. В чем проблема? Ну, и понесло ей все, она там, у нее шарманка завелась. Продавчичка улыбается, все улыбаются, все понимают, что происходит. Потом она пошла, начала жаловаться какому-то мужчине еще. Наверное, хотелось, чтобы меня отмоторили в этом магазине. Вообще, что я хочу вам сказать. Если у вас такие ситуации, то старайтесь не идти на конфликт. Старайтесь мирно их разрешить, общайтесь культурно-вежливо, и все будет бодрячком. Единственное, наверное, что мне в Латвии не нравится, так это то, что лето короткое. И комаров много очень, и клещей. Привет, друг! Еще, возможно, мне не нравится в Латвии то, что в полиции бывает многовато на дорогах. Но мне нравится то, что ребята довольно лояльные и понимают мотоциклистов. Там, кстати, тоже очень много русскоговорящих латышей и уживаются вроде. Да и в армии у нас много русскоговорящих и латышей и уживаются. И где эта русофобия? Не понимаю, о чем тут говорят вообще. Может, мне надо куда-то приехать, увидеть ее? Покажите мне, где эта русофобия. О, вот воблинг у меня есть на мотоцикле. Это точно, я вижу, очевидная вещь. Добро пожаловать в Лайлаби Гаршу. Ой, никого нету. Вот наша блинная. Вот девчонки. Приезжайте в гости, у нас самые вкусные блинчики, сами тесто делаем, нутелла. Ой, как пахнет вкусно. Сейчас бананчик будут, ягодки, есть с мясом, есть сладкие. Здравствуйте. Ладно, я поехал дальше, пока. Ну, потому что джиксер еще в квартире стоит, и я его еще не вытащил. Мне было времени, просто работать нужно все время. Да, да, да. Но я его скоро вытащу, обязательно. Чао! Вопрос на засыпку. Хотите ли вы обзор тест-драйв, ночевку в лесу, готовку вкусной еды на этом мотоцикле? У меня есть такая возможность. Ой, нифига, он высокий. Ёптик ты! Нихера, он высокий, пацаны! Слушайте, регулируется вообще, что-то подвеска не регулируется? Поехали! Вау! Вау! Выдели бы мое лицо! Вау! О-хо-хо-хо! О-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ми-я! Та по волнам! Ой, блин, виза рожка захлопнулся. Прикольно есть? Ну, про там, с ним, тадо стуры. Я не знаю, но вся коммунация про ту курманазму, говоря, сбрямзис тут. Эй! Курта тепа, типа! В общем и целом, я считаю, что я успешно интегрировался в латвийское сообщество. Мне нравится жить в Латвии. Да, есть, конечно, моментики, которые мне не нравятся. Но, как и говорил, всегда лучше там, где нас нету. Вот. И вы видели парня, с которым мы говорили только что о гараже. Он латыш. Мы с ним часто общаемся. Никаких проблем вообще нету. Вот, кстати, Mitsubishi Evolution 9. Знаете, кто дал мне эту машину? Раймон Толбакьян. Основатель Geta Games. Отличный парень. Тоже латыш. Живет в Латвии. Занимается развитием уличного спорта. Ну, вообще такой активный парень. Кстати, 22, 23 и 24 числа мы будем в Энспилсе. Мы вас всех ждем там. Там будет фестиваль уличной еды. Там будет штука по Арбазеру. Это, ну, такой типа, а-ля Battle. Как это Versus. Латвийский Versus можно сказать, да? Ну, вот. Будет очень весело. Будут спортивные игры. И мы будем там продавать блинчики. Вот всей командой вместе с Элиной. Кубиночка. Там Аня. Моя крестница. Мы туда отправляемся. С Андрюхой с Липинки. И будем там работать. Так что всех ждем в гости. И ждем вас также в гости в Сауспасе. Приезжайте мотоциклистам, пожарным, полицейским, военным, медикам, многодетным семьям. Если у вас день рождения в этот день. Всем скидка 10%. Мы очень рады видеть гостей. Будет очень интересно почитать комментарии, почитать ваше мнение по этому поводу. Что мы приехали в такое вот и прекраснейшее место. Где обычно встречают все закаты. Но заката сегодня я не дождался. Просто постою. Подумаю о жизни. Девчонки там какие-то. Всем спасибо, кто досмотрел это видео. До новых встреч. Мирного неба над головами. Всегда бодрячком. Уважайте друг друга. Цените свои жизни. Всем паудес. Ладзияв на им видео. Я как сказать латвийски. Да. Ну и кто досмотрел реально напишите свое мнение. Потому что мне это очень важно. Все. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Всем пока.